У вас стал вопрос, Дух Штатой, Дух Божий, Дух Христов, это один Дух или три Духа? Сегодня говорят Дух Христов, и многие даже наши проповедники говорят, это Дух Штатой, Дух, это Характер. Так все-таки, что это? Это Характер или Дух Христов и Дух Штатой? Ну что, ну как понять все это? И вот один из главных исследований. Первое. Откройте всех профевангелистов по ссылкам. Я взял от Марта, а у меня здесь ссылок нет в моей крупной Библии. Найдите от Матфея, от Марта, Луки. Допустим, я не сомневаюсь, что вы все правильно понимаете. Но допустим, я сомневаюсь, вы мне доказываете что-то, вы мне хотите что-то показать на основании Писания. Вот смотрите, на какую тему. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, развязавший небеса, и Духа, как голубя, сходящего на него. И был глаз в небес, писан, вот этот текст, который повторяют, и все евангелисты только в разном исполнении. Вот что мне надо. Первое. Что мы делаем при исследовании, выясняя, это одно событие, евангелисты объясняют, или это два разных было. Вы понимаете, о чем я веду речь? Вот допустим, в этом смысле, что нам, наверное, всем ясно, это одно событие, каждый описывает. Но есть же некоторые вопросы, где может быть два, допустим, насыщение хлебами. Там было два насыщения хлебами. Два случая было. И мы их не можем осуществить в одно вот эти события. Значит, что мы делаем? Читаем и находим. Что есть общее, все евангелисты говорят об этом. Читайте Евангелие от Матфея. Начинаете с того, когда Иисус крестился и выходил из воды. нас интересует вопрос, Дух Святой, Дух Божий, Дух Христов, Дух Один, тот же Дух или Три? Значит, это Евангелие от Матфея. Значит, возьмите сейчас Евангелие от Луки, что там написано. И Иоанна. Вот смотрите. Ищет в Писании одно событие или нет. Во-первых, и в том, и в другом случае Иисус крестился и армия отмеченным. Во-вторых, все говорят, что Дух Святой сходил в виде голубя. В одном месте Дух написано. В другом Дух Святой, в третьем Дух Божий в виде голубя. И святой, что было сей, и сын, который поел в виде голубя. Одно. Значит, событие было одно, правда? Увидя голубя. В одном месте. Читайте Евангелие от Матфея. Как написано? Какой Дух сходил в виде голубя? Дух Божий, да? Сходил в виде голубя, да? Смотрите. Марк говорит. Духа, как голубя, сходящего на Него. Тоже, как голубя. Читайте, что Лука говорит. Дух Святой в виде голубя опять. Что Иоанн говорит? Духа, сходящего на Него, как голубя. И в том, и в другом случае, когда выходил из воды, когда крестился, сходил, как голубь. А уже все остальное. В одном месте Дух написано. В другом месте Дух Божий. А в третьем Дух Святой. Это один Дух. Вы помнили меня? Саму логику? Так и следует описание на эту тему. Можете читать дальше. Можете поставить халатом. А как вы, сыны? Если дело касается Духа Христова, то Бог спасал сердца ваши, Духа Сына Своего, вопиющего как? Або Отче. Так характер может попиять Або Отче или Личность? Характер. Это черта присущей Личности. А вопиять Або Отче может только Личность. Поэтому и Дух Божий, и Дух Святой, и Дух Христов, и Дух, где написаны большие буквы, это есть тот же самый, один и тот же Дух Святой. Один Дух. Нет трех Духов. Дух Святой был у Бога. Помните? Иисус принял Духа Святого, стал Его, а Поча ездил на нас. С какой только точки отсчета рассуждать? Это я просто как пример привел. Исследовали Писание. Сравнительная характеристика. Как мы сегодня действительно выясняем истину? Потому что у Бога язык один всегда был. Он не заводит заблуждение. Один раз сказал так, а другой раз ту самую тему так сказал. И у вас свой лексикон. Если закваска, то закваска кругом грех у него. В Ветхом Завете кишнет, разлагается, портится. И в Новом то же самое. Ну, нисколько не меняется. Потому что тот Бог, который писал Ветхий Завет, тот Бог пишет и Новый Завет. И тот Бог говорит и сегодня через пророков. И когда идет к вопросу, что так говорит Отец Небесный, я искупил вас, это уже ясно, что-то сам человек говорит. Так говорит Отец Небесный, я искупил вас, я умер за вас. Вы когда-нибудь такое читали в Писании? И если это говорит Дух Святой, Он никогда так не скажет. Потому что Отец не умирал. Умирал сын. Это стандарт, это проверка, это умерило. Всяким действием. И духовных тоже. И был глаз с небес. Это здесь проявляется три единства Христа. Христос принимает крещение. Это хорошенько запомните. И вообще к евангелистам это место об этом говорит. Дух, который исходит в виде волоби, и Отец говорит. Три единства Господа Божие. Три единства Божие. Три в одном. Мы об этом, наверное, чуть-чуть затронем, будем еще говорить, но вопрос, в общем, такой тяжелый. Сколько Богу существует? Три или один? Это уже спор отбрать. И говорит, три Бога. Нет, один Бог. А тут и дело, один Бог. Нет, трех Богу. И Иисус, это есть Сын Небесного Отца, да? И нам не совсем понятно, но когда мы вспоминаем, что Иисус Христос еще назван Словом Божиим, тогда становится ясно. У нас слова это звуки, а у Бога Его Слово это личность. Или Его Сын. Это касается, может быть, других религий. мусульмане говорят, откуда у Бога Сына Его женки не было. Вот тут стоит вопрос, что у Бога Сына это Его Слово. И никто не скажет, что Бог мыслить не может. Или Бог говорить не может. И поэтому Его Сын, это есть Его Слово. Но у нас Слово это звуки, или значки, или еще это милики, это жесты. А у Бога Слово личность. И вот здесь немножко, вообще-то для меня более понятно. А силы Его, или это тоже личность, равная Ему, и не может быть она меньше, а что-то Его. Поэтому Иисус говорил, кто видел Меня, видел Отца. Потому что Отец уложил Слово Себя Своё Слово. Сто процентная красота Отца, сто процентная мудрость, сто процентная сила. Но отец есть Отец, а Слово Его из чего Слов? Вот почему написано, что Отец сейчас создал в честь Иисуса Христа. И сейчас Слово Своё. Какое силы? Силой Духа Святого. А что? Духа Святого. Это личность, равная Отцу и Сыну. Но названо в книге Леонид Игриста Луки Силой. Дух Святой найдёт на тебя. А дальше помните, что написано? Сила Всевышнего осенит себя. Поэтому рождаемое Святое вернётся Сыном Божьим. Не то личность Духа Святой. Это неспособность двигать кафедру или скамейки носить. это личность. Поэтому нет трёх Богов ещё один. Отец, Слово и Дух Святой. И вот три свидетельства на небе. Отец, Слово и Дух Святой. Иоанн говорил так. Конечно, мы Бога не разложим по полочкам. Иначе Он не был Богом, если бы Его поняли. Насколько нам позволяет наш разум, наше нервное мышление, насколько нам понимает язык наш и наш интеллект. Мы пытаемся хотя бы немножко представить себе, что такое есть Бог. А вообще Его представить невозможно. Такой Он есть. Как можно представить Бога, Который наполняет одновременно собой всё. Я, допустим, не могу представить. Хотя когда я читаю, когда этот образ как-то вписывается в рамки понятия человеческого, то немножко что-то формируется. Но если уже взять вот так, как Он есть, никто Его не видел, никогда написано и видеть не может. Бога не видел никто никогда. Помните? Никто. Только Иисус говорит, я видел Его. И вот когда мы читаем Библию, когда сидящий на престоле там был, херувимы летали, то это был Иисус Христос. Бог всегда Отец остаётся за кадром. Всё небо, всё живое имеет дело с Иисусом Христом. Но кто видел Сына, тот видел Отца. А вообще-то Бога никто никогда не видел и видеть не может. Написано так. А лучше раз Сына имеет понятие небесные жители, кто есть Отец. Потому что Он повторяет Отца. Но тем не менее Он есть Его Слово. Говорит об этом. Но вообще-то запомните, что Бог один. Но три едины. Бог, у него есть слово или мысль, или мысль, или сила. Потому что и наши слова, я по-сам информации говорю, на будущее, когда будем рассуждать, это по-сути и дела наши мысли облечённые звуки или материализованные, чтобы другие люди могли понимать нас. Наше слово это наша мысль, доведённая до других людей. А у Бога слово личность Бог и Иисус Христос. И вот эта разница, если мы её как-то разумом не осмысляем, не даёт нам возможности как-то хотя немножко представить Бога. А вообще-то я говорю, его невозможно представить, он ни на кого не похож. Его не с кем сравнить. Двенадцатый стих. Немедленно после того Дух ведёт его в пустыню. И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый Сафаною, и был со жверями, и ангелы служили ему. Обратите внимание, что Иисус был в сорокодневном посте, да? И был искушаем Сафаною. Но кто его повёл туда? Дух Святой повёл. Поэтому когда в нашей жизни бывают искушения, то знайте, что Дух Святой ведёт на эти схватки. дьявол только обращаю вот на что. Если после крышения Духом Святым у вас появляются проблемы искушения, то это нормальное явление. Вот так было с Иисусом Христом. Что Дух повёл его к пустыню для искушения от дьявола. Здесь, допустим, в Евангелии от Марка эта фраза о кушен для искушения от дьявола. Но на других Евангелии она присутствует. То есть, когда Иисус получил силу, то тут же дьявол пошёл восполковение с ним, чтобы отнять это силу. И вот вы замечаете одно явление, и я хотел бы, чтобы в своих церквах вы об этом говорили людям, которые только стукаются. Какое явление? Как только человек, получая Дух Святой, искается, то уже приходит дьявол искушать его. И если в это время он был на страже и устоял, то эти искушения отваливаются навсегда. здесь он пал, который раньше делал, уже по счастью надо полагать большие усилия, чтобы освободиться этим людям. Это надо знать просто-напросто. Потому что так написано, наверное, мы еще будем обращаться к этому тексту, а вот когда нечистый дух уют из человека, он ходит по безводным местам, ищет покоя, не находит, и говорит, что пойду и возвращу в мой старый дом, откуда я вышел. И он приходит и находит дом чистым углубленным, но не занятым. И тогда он приходит назад, берет с собой с чем духов издейших его, и для такого человека спасление бывает хуже первого. И как правило, или после покаяния, или после крыши, думаешь, искушение проходит. Если человек устоял, он остался в силе, если не устоял, просто в последствии нужно было пережить очень много трудностей и проблем. И так было и со Христом. И Дух Штатой допустил это, допустил это, чтобы в этой схватке держать победу. Христос пришел как победитель, а победитель бывает там, где вступают в борьбу. не может быть победителем, если нет схватки. И потом Бог, когда у вас есть какие-то пороки и трудности, Он с одной стороны освобождает вас, но потом приходит момент, когда вам предоставляется возможность схватиться или потерпеть поражение, или одержать победу. И вот многие христиане, которые получили щилу при искушении, они ее потеряли. Они ее потеряли. Но Иисус, вот что интересно, некоторые не совсем правильно понимают это местописание. Одна честная сказала так, вот Иисус был сорок дней почти и в искушение упал. Присупил дьявол и искушал его. Вот если бы не был почти, даже такого не случилось бы. это в корне неверное рассуждение. Дьявол в определенное время, которое ему было назначено, все равно пришел бы. Но Иисус был бы не готов отразить его. А так он сразу же пошел в пустыню, чтобы утвердиться в этой силе Божией и отразил его нападение. Вы тут думаешь, вы хорошо улавливаете, о чем я говорю. Дьявол искушал не потому, что он был в посте. Он все равно искушал бы его. Потому, что он пришел, чтобы сразиться за род человеческих. Иисус был на уровне Адама, только имел божественную природу, без греха был. А всю славу неба он оставил. Вот смотрите, прямо написано, что оставил славу неба, обнижал ради нас. и если, допустим, Давид был очень красивый, а Весолом был, значит, человек, который был хвалим в Израиле, красивее его не было. А до него Давида был красивый, Саул был красивый, то Иисус Христос от всего еще много отказался. Он был муж скорбей, изведавшей болезни. в нем не было ни вида ни величия, и мы ни во что ставили. Это мы еще не рисуем теорию, люди такие, знаете, красивые, дни над головой, а в самом деле был доверный человек, и даже не воспользовался земной красотой. Мы ни во что ставили его. Единственное, в чем он отрешался, и он специально показал вот это, он отрешался божественной натурой и склонностью угождать Отцу, святостью, вот это туда было, все остальное человеческое, он в Роднепроге, и родился в хлебу. И родился в хлебу даже. И вот здесь вот пошел, именно и обладал именно той власть, которую Адам должен был обладать. Бог всегда честный бывает, даже и дьявол. Он пришел столиться за Адам. Если бы он пришел в той щели, в той славе, в какой он был на небе, то помнись написано, он спал с неба, как молния. Просто Бог его так полетел. И с ним нечего делать Богу. Но в силу того, что он воюет за нас, мы стоим между ним и Богом. И потому, что он не через нас все делать, вот поэтому Богу иногда трудно сделать что-то. Мы не верим, он не может делать. Помните, не делал по неверию. Мы, люди, причина в этом. Если бы ему схватиться с дьяволом один на один, то там ему воевать нечего. Он говорит, Господи, нам и бесы повинуются. Он говорит, я спать что-то как молния. Знаете, как молния? Это вот стоит график, ковырнулся и все и все завод. А в силу того, что это за нас надо, и с нашего согласия будет, и через нас, вот и проблемы сегодня. Мы же говорим, Бог не может, Бог бессильный, Бог кто? В самом деле, мы в этом виноваты. Наша неверие, наша неверность, наше хождение, а вообще Богу, как Богу дьяволом ничего делать. Это мы должны очень хорошо понимать. И сегодня дьявол что-нибудь делает, он ограничен. У него есть определенный предел. И он не может делать все, что он хочет. А искушать людей может. И он настолько владеет нами, насколько мы даем ему место. Это было не так давно, может полгода назад, когда один наш брат пал в удержимость, вообще боюсь, забрали, хочет его провести, и пошли с ним молиться. Во имя Иисуса, как вошел? Он сказал, как вошел. А когда ты вошел? Он говорит, когда он дал мне место, тогда я и вошел. и это правда. Когда человек дает место, тогда он не входит. Он не может начинно войти. Он искушать может, склонять, убеждать, что тебе так будет хорошо, но просто вломаться не может. Он имеет свои аргументы. Он все Христом говорил. Он предлагал Царству мира и славы. Помните? И эти моменты уже не наши существенные. Скажи, что вне камни делались хлеба. А теперь брось вниз, потому что так написано. А теперь поклонишь мне, и все отдам тебе. Сначала идет на уровне мышечной разговора. На уровне слова. И когда человек принимает эту мысль, тогда он имеет доступ в лотист. А если он не принимает, он не может начать это делать. И вот здесь было искушение. И душ допустил это. И дьявол оказался поверженным. А если Бог думал так, как мы думаем, то он ходил бы и хорапорился. Вот он боится. Вот он не пошел со мной на схватку. Он не захотел. И вот люди мужественные, как правило, которые понимают сущность поставленного вопроса, они никогда не уклоняются от схваток. Они знают, если я не вступлю в схватку, я не смогу одержать победу. Хотя победу одержать не так, когда щельно-щельным бою это. Но тем менее они идут. Или как пан, или пропал, или грудь в крестах, или голова в кустах. Но они идут на эту схватку, но невозможно по-другому. И здесь Иисус, для того, чтобы сразиться за рот человеческий, он пошел на эту схватку. Мы немножко чуть-чуть дополним, хотя Евангелие от Марка об этом не говорит. Искушение постравлениям показал царству мира и славу их. И гордость житейская. Вот эти три кита, на которые он не взял, делает мадыги на нас. То есть которые искушают. И первое, что есть хлеб насушный. Адам не устоял, кушил, а Иисус упаси был. Не укусил, казаться вообще он бессиленный был. Скажи, как они сделали хлебами, если ты сын Божий. Но часто мы говорим так, когда он хотел подорвать веру, если ты сын Божий, то скажи. Он хорошо понимал, что он сын Божий. И Иисуса он не мог переубедить, что он не сын Божий. Это глупость, по крайней мере. А вот смысл поклонись и сделай то, что я тебе попросил. Вы понимаете, что не всегда надо кланяться, вот так поклониться. Но если ты сделал то, что тебе предложили, то ты уже поклонишься, ты стал под эту власть. И он требовал. И сделай, чтобы камни сделали хлебами. Думаю, если Божий небесный сказал, он тоже сделал бы. Но если ты дьявол говоришь, не сделай, потому что что-то выполняет слабейший, тот кто подчиняется. И здесь был именно такой глубокий подход к вопросу. Скажи, чтобы эти камни сделали хлебами, если ты сын Божий. То есть выполни мою волю. А то дальше кто кому служит, что тот тому и раб. Вот что было и дров этого искушения. Ну и там дальше на храме поставили на крыло и так далее. Если вам когда придется молиться задержимых, никогда не выполняйте их просьбы. Они это умеют делать. Выйди вот, открой форточку. Пошел открывать форточку, он взял и вошел. Почему? Потому что подчинилась, стала исполнять его волю. Воль для чего я говорю? Вот чему сидел. Он же не через форточку уходил. Ему не надо форточку. Ему важно было, чтобы выполнить его волю. А раз я стал выполнять его волю, то ты его раб уже. Надо быть очень аккуратными и осторожными на эти вопросы. схватки будут непременно. Только у них надо устоять, надо понимать эти вещи. Искушаем сатаной, был со зверами, и ангелы служили ему. После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствие Божие, и говорит, что исполнен вреду и припишут Царствие Божие, покайтесь и веруйся в Евангелие. Вот когда мы читали Евангелие от Марка, после того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, еще будете смотреть Евангелие от Матфея и Дритию Милистов читать, вы найдете, что Господь никогда не делал что-нибудь просто так. У Него были знаки расставлены. говорит, когда Он услышал, что Иоанн был посажен в темницу, отбыл для него знак, иди туда. Знаете, почему я это говорю? Очень часто Бог дает нам откровение, а мы не бодрствуем. Или во сне открывает и так говорит. Что вот то и то тебе скажут или сделают, тогда ты сделаешь то и то. Вы поняли, о чем я веду расчет? Обрату об откровении. Бог часто наперед нам выясняет, что мы должны делать, а мы не внимательны бываем. я сам такой был не один раз. Потом вспоминаю, ага, так мне ж во сне было показывало, кто и то сделать надо, а я не сделал и попался. Вот Иисус такие знаки никогда не пропускал. Он не знал. Он был в близком общении с Господом и был очень внимателен. Собирает идти на праздник, а он не идет. Для вас всегда время, а мое время еще не пришло. А для вас всегда время, идите. А сейчас короткое время, Иисус пошел и пришел вовремя туда. Но он показал, что люди никогда не захотят, а на все есть время. для всякого дела под небом есть свое время и устав. Помните? А человеку великое зло от того, что он не знает когда, будет и как это будет. Вот Иисус в этих вопросах знал все расставлено по времени. Он был очень внимательным. Сказали, это был не его знак, надо отправляться туда и туда. И иначе опоздал бы. Он никогда не опаздывал. не спешил и не опаздывал. Потому что к этому времени Бог приготовлял для него все. Так что нам надо и не спешить, и на перо не забегать. Потому что и то, и другое может быть вредным. Не отставать и в перо не забегать. И говоря, что исполнен время приближилось Царствие Божие покатить и верующий в Евангелие. Проходя же близко море Галилийского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих щетью в море, ибо они были рыболовы. Это первые апостолы, которые были призваны Иисусом Христом. Шимон и Андрея, брат его. И сказал Иисус, вот это очень ценный стих, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеку. Вот это наша задача. Но есть одно условие. Мы не можем бежать перед Иисуса и ловить человека. Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И отставать нельзя, и впереди бежать нельзя, идите за мною. Потому что когда Иисус идет, Он встрояет путь. Уже как Он идет, с событиями идет перед нами, или по нашей молитве сердца людей тревожит, это уже другой вопрос, особый вопрос. Но в деле евангелизации нам надо идти за Ним. Есть одно общее правило, общее повеление, идите по всему миру, и проповедуйте Евангелие всей твари, и так далее. Но вы помните, что водитель Суббожий еще в этом просит. Собрался Павел идти в Асию, что было? Дух написан не допустил его. Но сначала сказал идите по всему миру, он собирался в Асию, и допустил. Потом собирался идти в Вифению, но Дух что сделал? Опять не допустил. Но опять же написано идите по всему миру. А потом стал задумывать, куда же идти. Оказалось, что надо было идти в Македонии. Там уже Бог садил свою работу. Там уже была готова почва. И когда он пошел, действительно, там Бог совершил через него работу. Это была трудная работа, что значит тюрьму, что это трудности, но Бог надо было быть. А если он пошел в Ваше или Вифению, ничего у него там не получилось. Поэтому ковшему снова Господе, ковшим повелением еще есть и конкретное водительство. И конкретное водительство еще есть. И они тотчас оставившие свои сердечки последовали за ним. Вот это стих 18 очень интересное чем? Он открывает нам, как долго нам надо собираться отвечать на призву Господа. Сколько времени не собирались? Курсы кончали, молились долго, потом думали нет, когда они собрались и пошли. И вы заметите одну такую истину, она нам нужна в нашей жизни. Совсем мужик Божий, как только получали повеление делать что-то, тут же начинали делать. Пост. Пост. Делать решение, значит, делали решение. И Павел говорил, я не стал советоваться с плоти кровью. Потому что, если бы он стал себе советоваться, наврать он был апостолом Павлом. Плость наша умеет отсоветовать от доброго дела. и она имеет немалую власть над нами. Он с плотью и кровью не советовался. Тотчас собрался и пошел в Бравию. И вот, видишь, как пример, и они тотчас оставившись сети, пощадывались за ним. И наверное, в нашей жизни бывает много ущерба дьявол успевает делать. Потому что, когда у нас есть побуждение молиться, молчим надолго откладываем. И потом приходят какие-то события, а мы к ним не готовы были. Потому что долго собирались и долго готовились. Это все надо делать вовремя. Я таких низких случаев узнаю, когда мы строили молитвенный дом раньше, в Барановичах, нам где-то лень десять писали заявление и не давали. Но и мы решили посоветовали еще решили взять дом купить. Я в том был просвитером. Мы решили как более доверенное лицо на меня оформить. Оформили этот дом. потом стали собирать кирпич возить. Я пришел домой, стал молиться. Господь говорит, закладывай как восьмидневный ход, что ли. И даже не сказал что. Я сам понял, что за это дело. Нам не разрешали, мы купили, там мазами возят кирпич. На третий день поста я вижу такое видение. Я их редко, очень редко вижу. Передо мной стоит милиционер в куражке, такой разъяренный, слюна брыжет, кажется, разорвет. Ну я понял. Ну я сегодня получил, завтра сразу начал. И вот когда проходят еще несколько дней, меня вызывают в опорный пункт милиции. И говорят, а мы узнали, что там ваш дом оформили, Тараса Шевченко 32. Ой, а что вы за кирпич возите? Мы договорились с братьями, если вызовут, поговорить, так купили. Купили за цирком на деньги, купили под дом, а кирпич возят, что тут строят. И значит, где-то наверное уже на восьмой день я получаю повестку явиться в БХС в милицию. Встал молиться милиционера, а он расположен и что-то мне говорит совсем другой. Он был разъярный, ну совсем другой человек. Я захожу туда, он выбежал. А Николай Дяков вы пожалуйста извините меня, я не сам вызвал. Мне позвонила Зоя Павловна, она сказала подупредить вас, но вам ничего плохого не сделает, мы не больше, но мне поговорили, я должен вызвать, поговорю, написал объяснительную и все. А если бы я ждал собирался семь дней, то настался таким борожярным таким он был. И там кто знает, а в то время знаете как было, купил за церковные деньги, знаете что, берись садись, даст нельзя кому-то помощь оказать, запрещалось законом оказывать помощь, все, берись как тулеярцы, как вора, который взял церковные деньги и купил себе дом, если это было. Поэтому вот это тотчас кажется, это незначительное что-то, но оно о многом говорит. И в нашей жизни, если даже вы были предупреждены и серпели урон только потому, что в свое время не сделал надлежащих выводов и не преднехристианские меры, для того, чтобы тот или другой вопрос расшился безболезненно и с меньшими потерями для нас. Тотчас. Вы не один раз, когда вы читаете представление, найдете тотчас. Сразу же тотчас Авраам обрезаться надо. Тут же начинает что-то делая. Авраам надо Исаак уже тут провести. Тут же собирается. Получил это тут же. Это очень такой серьезный вопрос в жизни. Не надо опаздывать. Даже не надо о высоких материях говорить, о каких-то особых служениях. А вот были у вас времена, когда вам захотелось молиться, вы что-то делали. Ну, шанс еще пока я доделаю, и потом пойду молиться. Когда доделали, соседка пришла. Тарелки мыть могли бы при соседке, а молиться уже не были. Полноценная молитва тогда, водил мою комнату, закрыл дверную за собой, и помолишь отцу мою, который в тайне, и отец увидишь и тайное, воздаст себе явно. Ай-яй-яй, 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 и осталось только одно ай-яй-яй, и больше ничего. Потому что тогда, когда надо было, когда Бог создал возможности, они были упущены. А сам Господь уже не мог создать. все. Поэтому вот это тотчас, это очень важная мысль в Священном Писании. Тотчас собирались, собирались, братья, евангелизировать, и собирались десять лет, и еще не приступили некоторые. Все еще собираются. А уже дверы стали закрываться. Стали закрываться дверы, а на полном червей. На полном червей. Не собрались никак. И они тотчас оставившись свои щечи, последовали за ним. И еще один вопрос. Они не побросали щечи на плечи и пошли с ними. Они их оставили. Некоторые из нас хотят идти за Христом и нести свои щечи на всякий случай. И у них не получается тотчас и оставившись щечи. И начи не получится. Еще не будет. И прошед оттуда немного. Он увидел и Якова Заведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих щечи. И тотчас призвал им. И они оставившись отца Заведеева в лодке с работниками пощадывали за ним. И приходят в Капернаум. И вскоро в субботу вошел в чиногогу и учил. И делились его учения. И Бог учил их как власть имеющая, а не как книжники. В чиногоге их был человек, одержимый духом нечистым. И воскричал, «Остал, что тебе донос Иисус заранен? Ты пришел погубить нас, знаю тебя кто ты святый Божий». Но Иисус запрещал ему говорить «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, затравший его, и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись. Так что друг друга спрашивают «Что это? Что это за новое учение?»